И однако же это был не сон, настоящая, несомненная действительность. Ну иначе стал бы я рассказывать. Но я продолжаю. В пассаж я попал уже поздно, около 9 часов. Немец расхаживал по-домашнему. В каком-то засаленном старом сюртучишке видно было, что он уже ничего не боится. И что публику много ходыль. Несмотря на то, что магазин был заперт, он все-таки взял с меня четвертак со словами «Ви каждый раз будет платыль». Публикум будет рубль платить. А вы один четвертак. Ибо ведь добрый друг, ваш добрый друг. А я почитаю, друг. «Жив ли, жив ли, жив ли, жив ли образованный друг-то мой?» Громко вскричал я. «Жив и здоров!» Отвечал Иван Матвич. «Жив и здоров, но об этом после! Как дела?» Ну, я рассказал всю мою беседу с Тимофеем Семеновичем до последней подробности. Да, старик прав. Практических людей люблю и не терплю сладких мямлей. Готов, однако, сознаться, что и твоя идея насчет командировки несовершенно нелепа. Действительно, много я могу сообщить и в научном, и в нравственном отношении, но теперь это все принимает новый и неожиданный вид. И не стоит хлопотать из одного только жалования. «Слушай внимательно!» «Ты сидишь?» «Ну, нет, я стою!» «Так садись на что-нибудь, ну, хоть на пол, что ли, и слушай внимательно!» «Публике сегодня приходила целая бездна! К вечеру не хватило места, и для порядка явилась полиция!» В восемь часов, то есть ранее обыкновенного, хозяин нашел даже нужным запереть магазин и прекратить представление, чтобы сосчитать привлеченные деньги и удобнее приготовиться к завтрому. «Знаю, знаю, что завтра соберется целая ярмарка!» Таким образом, надо полагать, что все образованнейшие люди столицы, дамы высшего общества, иноземные посланники, юристы и прочие здесь перебывают. «Мало того, станут наезжать из многосторонних провинций нашей обширной любопытной империи. В результате я у всех на виду, хоть и спрятанный. Стану поучать праздную толпу, наученную опытом, представлю себя пример величия и смирения перед судьбой. Буду, так сказать, кафедры, с которой начну поучать человечество. Даже одни, естественно, научные сведения, которые могу сообщить об обитаемом мною, чудовище драгоценным. И потому не только не ропщу на давешний случай, но твердо надеюсь на блистательнейшую из карьер. Ах, не наскучило бы, ядовито заметил я. Нет! Ибо весь проникнут великими идеями, только теперь могу на досуге мечтать об улучшении судьбы всего человечества. Из крокодила выйдет теперь правда и свет. Несомненно, изобрету новую собственную теорию новых экономических отношений и буду ей гордиться. Опровергну все и буду новой фурьей. Кстати, ты отдал семь рублей, Тимофей Семенович, и своих ответил я. Сочтемся. Прибавки оклада жду все непременно. Я ж кому же не прибавлять-то, как не мне. Польза-то теперь от меня бесконечная, но к делу. Жена! Имею на нее особые виды. если буду знаменит здесь, то хочу, чтобы она была знаменита там. Ученые, поэты, философы, государственные мужики после утренней беседы со мной будут по вечерам посещать ее салон. С будущей недели у нее должен начаться каждый вечер салоны, удвоенный оклад будет давать средства к приему, а так, как прием должен ограничиваться одним чаем и нанятыми лакими, то и делу конец. И здесь и там будут говорить обо мне. Давно жажду случая, чтобы все говорили обо мне, но не мог достигнуть скованным малым значением и недостаточным чином. Ну, а теперь каждое слово мое будет выслушиваться, каждое изречение, обдумываться, передаваться, печататься. Я задам себя знать. Поймут наконец, каким способностям дали исчезнуть в недрах чудовища. На всякий случай пусть Елена Ивановна завтра же купит энциклопедический словарь, издавшийся под редакцией Андрея Краевского, чтобы уметь говорить обо всех предметах. Чаще всего пусть читает премьер-политик санкт-петербургских известий, сверяя каждодневно с волосом полагая, что хозяин согласится иногда приносить и меня вместе с крокодилом в блестящий слон жены моей. Я буду там стоять в ящике среди великолепной гостиной, буду сыпать остротами, которые подберу еще с утра. Государственному мужу сообщу мои проекты. С поэтом буду говорить в рифму, с дамами буду забавен, нравственно мир, да как вообще-то безопасен для их мужей-то. Всем остальным буду служить примером покорности судьбе и воле проведения. Жену сделаю блестящей литературной дамой. Друг мой, спросил я его, надеешься ли ты на долговечность? И вообще, скажи, здоров ли ты? Ну, как ты ешь? Как ты спишь? Как ты дышишь? Я друг тебе. И согласись, что случай слишком сверхъестественный, а следовательно, любопытство мое слишком естественно. Разное любопытство и больше ничего, отвечал он синтезиозно. Но ты ж будешь удовлетворен. Ну, спрашиваешь, как устроился я в недрах чудовища? Ну, во-первых, крокодил, к удивлению моему, оказался совершенно пустой. Внутренность его состоит как бы из огромного пустого мешка сделанного из резинки. Ну, вроде тех резиновых изделий, которые у нас распространены. Иначе сообрази. Ну, мог бы ли я в нем поместиться? Возможно ли, вскричал-то я. Ну, неужели крокодил совершенно пустой? И удивляюсь, как? Да совершенно, совершенно, подтвердил прям Иван Матвеевич, что совершенно. А вот по всей вероятности он так просто устроен по законам природы. крокодил обладает только пастью, снабженной острыми зубами. И вдобавок к пасти значительным хвостом. Вот и все. Вот и все по-настоящему. В середине же между семи двумя его оконечностями находится пустое пространство, обнесенное чем-то вроде каучука. каучук. Скорее всего, это и действительно каучук. А ребра-то, ребра, а желудок, а кишки, а сердце, а печень прервал я. Да нет, ничего. Совершенно ничего нету. И, вероятно, никогда не было. Все это праздная фантазия легкомыслых путешественников. Подобно тому, как надувают геморроидальную подушку, так и я надуваю теперь собой крокодила. Он растяжим до невероятности. Даже ты в качестве домашнего друга мог бы поместиться со мной рядом, если бы обладал великодушием. И даже с тобой еще бы достало место, я даже думаю, в крайнем случае выписать прямо сюда Елену Ивановну. Впрочем, ну, подобное пустопорожнее устройство крокодила совершенно согласно с естественными науками. Ибо, положим, например, тебе дано устроить нового крокодила. Тебе, естественно, представляется вопрос, а какое же на мной свойство крокодила, а? Ну, ответ-то яси. Ну, яси. Глотать людей. Как же достигнуть устройством крокодила, чтобы он глотал людей? Ответ еще яснее. Устроив его пустым. Давно уж решено физикой, что природа не терпит пустоты, подобно сему и внутренность крокодила должна быть именно пустою. ну, чтобы не терпеть пустоты, а следовательно, беспрерывно клотать и наполняться всем, что только есть под рукой. И вот единственная разумная причина, почему все крокодилы глотают нашего брата. Все это мне теперь ясно, как день. Все это я постиг собственным умом и опытом, находясь, так сказать, прямо в недрах природы, в ее реторте, прислушиваясь к биению пульса ее. Даже этимология согласна со мной, ибо самое название крокодила означает прожорливость. Вот это я намерен прочесть в виде первой моей лекции публики, собравшейся в салоне Елены Ивановны. Ну, когда меня принесут туда в ящики? Друг мой, сказал я невольно. А не принять ли теперь тебе слабительного? Да у него, жар, 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 повторял я про себя в ужасе, ну, жар. Здор, отвечал он. И к тому же в теперешнем положении моем это не совсем удобно. Впрочем, я отчасти знал, знал, что ты заговоришь о слабительном. Ну, друг мой, ну, а как? Ну, как ты теперь употребляешь пищу? Обедал ли ты сегодня? Или нет? Нет, нет, не обедал, но я сыт. Я сыт, и, вероятнее всего, теперь же никогда не буду обедать. Это тоже совершенно понятно. Наполняя собою всю внутренность крокодиловую, я делаю его сытым навсегда. теперь его можете кормить несколько лет. С другой стороны, сытым ною, он естественно сообщит и мне всежизненные соки из своего тела. Таким образом, питая собою крокодила, я обратно получаю от него питание. Следовательно, мы взаимно кормим друг друга. И вот почему, чтобы не доставлять излишней боли чудовищу, я редко ворочаюсь сбоку на бок из гуманности. это единственный недостаток теперешнего моего положения. И в аллегорическом смысле, конечно, Тимофей Семенович справедлив, называя меня лежебокой, но я докажу, что и лежа на боку, мало того, что только лежа на боку, и можно перевернуть судьбу всего человечества. Все великие идеи и направления наших газет и журналов очевидно произведены лежебоками. Вот почему и называют их идеями кабинетными. Да наплевать, что так называют. Да наплевать! я изобрету сейчас целую социальную систему, и ты не поверишь, как это легко! Стоит только уединиться, ну, хоть попасть в крокодил, закрыть глаза, и тотчас же изобретаешь целый рай для всего человечества. Правда, сначала надо все опровергнуть, но из крокодила так легко опровергать. Мало того, из крокодила как будто даже виднее становится. Иван Матвеич, прервал я, все это чудеса, которым я едва могу верить. Ну, неужели? Ну, неужели ты всю жизнь не намерен обедать? О каком вздоре заботишься ты, праздная голова? я тебе о великих идеях, а ты знай же, что я сыт уже одним великими идеями, озарившими ночь меня окружившую. Прожить же, надеюсь, по крайней мере тысячу лет, если справедливо, что по стольку лет живут крокодилы. Одно только соображение несколько смущает меня, так как я одет в сукно, а на ногах у меня сапоги, то крокодил, очевидно, меня не может переварить. Сверх того я живой, и поэтому сопротивляюсь переварению. Сопротивляюсь всей моей волею, ибо понятно, что не хочу обратиться в то, в то, во что обращает всякая пища, так бы для меня унизительно. Но боюсь одного, в тысячелетний срок сукно сюртука моего, к несчастью, русского изделия может истлеть. И тогда я, оставшись без одежды, несмотря на все мое негодование, начну, пожалуй, перевариваться. Ну, хоть днем-то я, конечно, этого не допущу, не позволю, но по ночам, во сне, когда воля отлетает от человека, меня может постичь самая унизительная участь какого-нибудь картофеля, блинов или телятины. Такая идея приводит меня прям в бешенство. Ну, уже по одной этой причине надо бы изменить тариф, поощрять привоз сукон английских, которые крепше, следователи дольше будут сопротивляться природе. Ну, в случае, если попадешь в крокодил, при первом случае сообщу мысль мою, кому-либо из людей государственных, а вместе с тем и политическим обозревателем наших, ежедневных, петербургских газет, ну, пусть покричат. Короче, будущность представляется мне в самом розовом свете. Друг мой, друг мой, сказал я, а свобода, а? Ну, ведь ты, так сказать, в темнице. Тогда, как человек должен наслаждаться свободой, ты глуп, отвечал он. Люди дикие любят независимость, люди мудрые любят порядок. А нет порядка, Иван Матвеевич, ну, пощади и помилуй. Молчи и слушай, вскричал он. Никогда не воспалял я духом так, как теперь. В моем тесном убежище одного боюсь. литературной критики толстых журналов и свиста сатирических газет наших. Боюсь, чтобы легкомысленные посетители, глупцы и завистники, и вообще неглисты, не подняли меня на смех, но я примумер с нетерпением жду завтрашних отзывов публики, а главное мнение газет. О газетах сообщи завтра же. Хорошо, 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 я завтра принесу, я принесу сюда целый ворох, принесу газет. Отныне каждый вечер приходи через внутренний ход со двора. я намерен употреблять тебя как моего секретаря. Ты будешь мне читать газеты и журнал, а я буду диктовать тебе мои мысли и давать поручения. В особенности не забывай про телеграмму. Каждый день, чтобы здесь все европейские телеграммы. Ну ладно, довольна, 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 ты вероятно уже хочешь спать, ступай домой и не думай о том, что я сейчас говорил о критике, я ее не боюсь, ибо она сама находится в критическом положении. Стоит только быть мудрым, добродетельным и непременно станешь на пьедестал, если не Сократ, то Диоген. Или то и другое вместе. И вот будущая роль моя в человечестве. На этот раз мы простились, однако, даже с чувством. Ваш друг очень, очень умно человек, сказал немец. Абхабо, сказал я, чтобы не забыть, а сколько бы вы взяли за вашего крокодила на случай, если вздумали у вас его покупать? Сначала немец даже рассердился, никто не смеет покупать моего собственного крокодила. крокодилль, я не хотите продавать крокодилль, я миллион талер не стану брать за крокодилль, я 130 талер сегодня с публиком брал, а завтра 10 тысяч талер собрал, а потом 100 тысяч талер каждый день собирал, не хочу продавал. Ну, я намекнул сумасбродному немцу, что расчеты его не совсем верны, что если он каждый день будет собирать по в 4 дня у него перебывает весь Петербург, а и потом уж не с кого будет собирать. Ну, в животе этой смерти волен Бог, что крокодил может как-нибудь лопнуть, Иван Мадович заболеть, помереть, ну, и прочее, 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 и так далее, и тому подобное. Немец задумался и сказал, я буду капли из аптеки давали, и ваш друг не будет умирать. Ну, капли каплями, сказал я, ну, вот возьмите и то, ведь может затеяться судебный процесс, да, 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 супруга-то, супруга-то, Иван Матвеевич, может потребовать своего законного супруга. Вот намерены вы богатеть, а намерены ли вы назначить хоть какую-нибудь пенсию Елене Ивановне? Нет, 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 не меревай, отвечал немец, нет, 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 не меревай, не меревай, вот хватило злобное мутор. Итак, а вот не лучше ли вам взять что-нибудь теперь разом, ну, хоть умеренное, но верное и солидное. Чем предаваться неизвестности-то? Немец взял мутор и удалился с нею для совещания. Насоветовавшись со своей мутор, он потребовал за своего крокодила 50 тысяч рублей билетами последнего внутреннего займа с лотерею, каменный дом в Гороховой и при нем собственную аптеку и вдобавок чин русского полковника. помилуйте закричал я немцам, да за что ж вам полковника-то? Какой вы подвиг совершили, какую службу сослужили, какой военной славы добились, ну, не безумец ли вы, ну, не безумец ли вы после этого? безумный? Не, я очень умный человек, очень умный человек, а вы очень любите, я заслужил полковник, потому что показал крокодиль, а в нем живой гофрад сидит, а русский не может показать крокодиль, а в нем живой гофрад сидит, я чрезвычайно умный человек, и очень хочу, очень хочу быть полковник, да, прощай-ка, Иван Матвеевич, скричал я, дрожа от бешенства, и почти бегом выбежу с крокодильной, энергически плюнув раз до пятнадцати в обе стороны, я взял извозчика, приехал домой, разделся и бросился в постель. Иван Матвеевич.